Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Арендное жилье как тренд. Бобруй с официальным визитом посетил министр архитектуры и строительства. Не менее 40% от всего жилья должно быть индивидуальным. Что обсудили на встрече с рабочими. Закрываем сезон. В городе на неделе спасли рыбака. Как не расплатиться за рыбу жизнью? Мы будем вместе. Александр Солодуха выступил с сольным концертом в Бобруйске. Огромное спасибо телеканалу Бобруйск 360. Как это было? А также нетрезвые водители, экологичное авто и лидер года. Международная бизнес-премия объявила прием заявок на участие. Когда пройдет церемония? Вопросы, которые волнуют каждого в пресс-центре «Строитреста» номер 13, обсудили итоги Всебелорусского народного собрания. В роли докладчика – министр архитектуры и строительства Беларуси. В частности, Руслан Пархамович рассказал о развитии сферы в ближайшие пять лет. Настоящим трендом должно стать арендное жилье с использованием электроэнергии, подчеркнул глава ведомства, для обогрева и горячего водоснабжения. В диалоге с работниками также приняли участие заместитель председателя Могилевского обл. исполкома Сергей Маслов и первый заместитель председателя Бобруйского горысполкома Игорь Кисель. «Есть у нас в директиве четкий показатель, не менее 40% от всего жилья должно быть индивидуальным. Этот показатель тоже должен соблюдаться. И с учетом того, что темпы строительства будут постепенно расти, то есть мы должны выйти на 4,5 млн квадратных метров к 2025 году, соответственно, индивидуальное жилье тоже планируется к росту». «Не секрет, стройтрест номер 13 находится не в самом лучшем экономическом положении. Министр ситуации на предприятии знает не понаслышке. Сейчас организация находится в стадии санации. Руслан Пархамович уверен, положение нормализуется. Вопрос о ликвидации не стоит». Отметили, на дорогах в Могилевской области за 5 дней задержали 60 нетрезвых водителей. Пресекали ДТП, связанные с управлением авто в состоянии обвинения, сотрудники областной госавтоинспекции и спецподразделения «Стрела». Исходя из количества задержанных водителей под шофе, несложно сосчитать, сколько правоохранителям удалось предотвратить трагедии на дороге. За пьяное вождение, напомним, с 1 марта предусмотрен штраф в размере порядка 6 тысяч рублей и лишение прав сроком до 5 лет. «Зеленое авто» – тест на безопасность и наши исполнители. Белтелерадиокомпания определилась с заявкой на Евровидение. Кто представит страну? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусская АЭС подтверждает свою безопасность. Итоговая инспекция на станции пройдет в конце апреля. Комиссия должна подтвердить безопасность всех систем и готовность персонала. После этого Островецкая АЭС получит лицензию о готовности к коммерческой эксплуатации. Сейчас первый реактор работает на всю мощность, но на станции еще проводят необходимые проверки и испытания. В Беларуси увеличилась цена на автомобильное топливо. К сумме снова добавилась одна копейка. Теперь литр 92-го стоит рубль 76. За 95-й и дизельное топливо придется отдать на 10 копеек больше. А 98-й обойдется в 2 рубля 8 копеек. Увеличение стоимости бензина, как пояснили в концерне, обусловлено ростом мировых котировок нефти. Цена повысилась шестой раз за год. Международная бизнес-премия «Лидер года» объявила прием заявок на участие. Торжественная церемония пройдет 10 декабря в столице. Там будут представлены достижения предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, деревообработки, медицины и образования. Премия направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата, а также улучшение имиджа предпринимательства. В стране растет количество электрокаров. Сейчас их более 2,5 тысяч. Еще 4 месяца назад было вдвое меньше. Планируется, что через 5 лет, благодаря льготам, их число достигнет 100 тысяч. Речь о кредитах на покупку и упрощенном налогообложении для компаний, которые пересадили своих водителей на зеленое авто. Способствует развитию программа строительства зарядных станций. Белцель радиокомпании определилась заявкой от Беларуси на песенный конкурс Евровидение 20-21. Выбор пал на группу «Голосы с места» с песней «Я научу тебя». Песенный форум пройдет в Роттердаме. В связи с эпидемиологической ситуацией пока неизвестно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители. Осторожно, тонкий лед. Мартовское солнце напоминает любителям зимней рыбалки. Пора закрывать сезон и ждать отепели. Тем временем освод дежурит на водоема круглые сутки. О небезопасном хобби Ольга Васенда. В Беларусь пришла весна, а вместе с ней идет и повышение температуры. Под угрозу безопасность любителей порыбачить ставят водоемы, покрытые тонкой ледяной коркой. Проверять ее на прочность в этот период – однозначно не лучшее время. Считанные секунды – и человек уходит на дно. Хочу сказать, что… Опа, опа, опа! Ой, б***ь! Мужики! У кого есть что? Давайте веревки! На березине толщина хрустального покрытия сейчас колеблется от 30 сантиметров до нуля. Это значит, что опасность может подстерегать буквально на каждом шагу. Вот и праздничное утро 8 марта чуть не обернулось трагедией в Бобруське. Вовремя подоспери спасатели. Под лед рыбак провалился в районе Форштадта. Во время следования домой человек не заметил промойну. Наступил туда, провалился. Глубина в месте провала составила 2,5 метра. Он ухватился за лед. Вахтенное наблюдение увидели. Сыграли тревогу. Люди подскочили. И, соответственно, оказали помощь пострадавшему. Он был доставлен в спасательную, обогрет, высушен. Медицинская госпитализация ему не понадобилась. Подобные случаи спасатели фиксируют в разных уголках страны. Только вот далеко не все заканчиваются хэппи-эндом. Жертвы, как правило, рыбаки и дети. В Солинском районе в конце прошлой недели двое 7-летних мальчиков после школы зашли на миллиардативный канал, покрыто льдом. Он не выдержал веса детей. Один ребенок утонул. Второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик. Гарантированно прочного льда не существует. Если все-таки рыбаки до сих пор стремятся на водоем, то, конечно, хороший рыбак возьмет с собой жилет, возьмет с собой заряженный телефон, возьмет с собой термос с горячими неалкогольными напитками и возьмет с собой так называемые спасалки, специальные штыри. Хочется напомнить родителям, чтобы они ни в коем случае не позволяли в данный период детям играть у водоемов, у рек, у карьеров возле озера. Это очень опасно, несмотря на то, что дети не ищут опасности, они просто играют, им просто интересно. Но такой интерес может закончиться трагично. Кроме того, внимательными следует быть и при ловле определенных видов рыб. Например, до середины апреля запрещено добывать щуку из-за нереста. Если говорить о статистике, то в этом году на территории Могилевской области смертельные случаи на водоемах не зафиксированы. Однако игнорировать правила безопасности – слишком рискованная идея. Даже самый крупный улов не стоит человеческой жизни. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по КОВ-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 609 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 298 тысяч человек. Ведомство уточнило время ожидания скорой помощи в период подъема заболеваемости. Так, при неотложном приоритете вызова, бригада СМП должна приехать не позднее, чем через 195 минут в городе и 210 минут в других населенных пунктах. А в режиме повседневной деятельности 75 и 90 минут соответственно. При экстренном вызове бригада скорой медицинской помощи приезжает в течение 20 минут в городе и 35 в деревнях и поселках. К слову, время будет отчитываться с момента регистрации вызова скорой до прибытия бригады по нужному адресу. Хиты, которые поет вся страна. С большим сольным концертом в Бобруйске выступил Александр Солодуха. Артист привез в город новую программу о неизвестных треках и громких овациях. Далее. Гастрольный тур Александра Солодухи – это более 120 городов Беларуси. Малые и большие. Пец уже не в первый раз колесит по синекой. В Бобруйск артист заезжает накануне Международного женского дня. Поклонники скупают почти полтысячи билетов. Он всегда с душой поет, он любит наш народ. И поэтому мы с удовольствием сегодня пришли на концерт. Он совершенно другой. Он не такой, как все. Вот эти вот эстрадные певцы, что по российскому телевидению показывают, которые не сходят с экрана, да он в сто раз лучше их. На них уже не можно смотреть. Не найти их Киркоровых, не найти их Басковых. Вот Алихно и Ом. Мы пришли на концерт Александра Солодухи, чтобы получить возряд энергии, бодрости. Нам очень нравится его творчество. Протвивать будете? Конечно. В концертной программе не только народные хиты, но и новинки. Гастрольный тур – это презентация 13-го по счету сольного альбома Александра Солодухи. Заглавная композиция в пластинке – «Молодые пацаны». Молодые пацаны, на троих одна гитара, перебором и ударом, песни лета и весны. Осенью выстроил города. Вот первых девять городов. Слудск, Орша, Гродно, Пинск. Четыре среды февраля. Третье марта. Вот сейчас у нас марафон шесть дней. Третье марта. Слоним был кассовый, это пятый город. Четвертого у меня был заказной в Гомеле. Губернатор пригласил. Пятого у меня было шесть заказников в Минске. Шестого вчера два сольника в Жодино Белаз. Сегодня 7 марта в Абруськ драмтеатр. И завтра Могилев дворец культуры области. На сцене театра драмы и комедии звучат самые известные треки заслуженного артиста страны. Мы будем вместе. Люблю вас, белорусы. И, конечно, золотой шлягер. Здравствуй, чужая милая. Поет весь зал. Приготовьтесь к бульминам. И рот, 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 и рот. Давай, Степан. Уже после двухчасового выступления артист общается со всеми желающими. Раздает автографы и позирует для селфи с поклонниками. Я хочу сказать огромное спасибо телеканалу Бобруйск 360 и радиостанции Zephyr FM. За поддержку, за человеческое отношение. Теперь Александра Солодуху ждут новые города и зрители. Но в Бобруйск артист обещает обязательно вернуться. Я знаю, мы будем вместе, я знаю, таких, как ты, не бывает, таких, как я, не теряю. Мы будем вместе, я знаю. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»